Я похож на докторскую колбасу. Всем привет, и сегодня, наконец-то, мой первый концерт по заявкам, назовём это так. Наконец-то хоть кто-то из вас додумал... Блин, наверное, это очень грубо звучит. В общем, наконец-то я получил заветный комментарий, чтобы сделать реакцию на кого-либо от вас. Собственно, вот он. Сегодня, как вы понимаете, будет реакция на клип некой Даниэла Лалита. Я понятия не имею, кто это такая. Естественно, я загуглил. Информации о ней на русском языке недостаточно много, если честно. Но первое, что я увидел, это, естественно, фотографии, фотосессии данной барышни. И мне сразу же в голову зашло сходство с такой исполнительницей, как Кэролайн Палачик. Мне кажется, визуал, по крайней мере, фотографии у них, ну, где-то, можно сказать, ну, не то что идентичны, но похожи точно по вайбу. Ещё такой интересный факт. Мой мозг, как только увидел фотографию этой девушки, и абсолютно не слушая, не зная ни творчества её, ни музыки, он такой, по-любому это либо инди, либо электроника. И что вы думаете? Что вы думаете? Кто здесь, сука, прозорливая легенда? Ну шо, не мнём яйца, приступаем к реакции на клип Тэния Розон. Наверное, это что-то на испанском. Слушайте, она такая красотка. У неё очень утончённые черты лица. Концептуальненько, то шо люблю. Красиво. Входим в арт, да? Какая она красотка, мать твоя, у меня стыдно на себя теперь смотреть. Вот примерно похожую музыку я себе и представлял почему-то. Такие вайбы рассолили слегка, да? Красные оттенки мои любимые, вы слышите сзади что-то такое сатанинское, прям я люблю. Она как какая-то прямо статуэтка такая, у нее прям грация и прическа топ. Вы откуда-то знаете, что я люблю? Я надеюсь это видно, я люблю Даркуху, я везде об этом говорю. Я обожаю мрачные оттенки, я обожаю, сука, красивые лица, женские красивые лица в основном. Так, у меня в мозгу все перемешано, поэтому давайте по систематизации. Значит, начнем с песни. Песня мне понравилась. Естественно, я услышал вайбы рассолили и нет, не потому что они, наверное, с одного континента или, я не знаю, разговаривают и поют на одном языке, а просто вот такой вот экспериментальный поп, такие какие-то очень вроде резкие биты, но в то же время это не какой-то трэп или Чарли Экси Экс. Теперь я точно могу ее сравнить с Кэролен Палачик, потому что, ну, мне кажется, дуэт у них бы вышел бы бомбезный. Что касается клипа, это 10 из 10, спасибо огромное за рекомендацию, это вот то, что я люблю. Во-первых, это ее внешность, какая-то ангель, даже нет, дьявольская скорее внешность, то есть эти черные волосы, слегка намоченные, а может и не намоченные они были, ну, в общем, прям топ, заканчивая какими-то танцами, вот этим вот, contemporary dance. Я очень люблю, я очень люблю, когда современные клипы отличаются, допустим, от какой-нибудь Биби Рексы с I'm Blue, да Буди, да Будай. То есть видно, что человек запаривался, даже, возможно, не слишком большой бюджет, хотя сейчас время такое, что можно найти бесплатно себе команду, если ты достаточно талантливый человек, и сделать вот такое за минимальные гроши. Наверное, если брать какое-нибудь одно прилагательное, описывающее, это будет атмосферно, да. Она какая-то до пизды красивая, прям, знаете, когда вот слишком уже. Как я, наверное, говорил уже во многих видео, я стилист по съемкам, по профессии, можете, кстати, подписаться на меня в запрещенном сетях, вот. И поэтому, естественно, для меня визуал играет очень большую роль, и тут прям все пазлы сошлись, по крайней мере для меня. У меня такое ощущение, что вы уже знаете, вот, реально, что я хочу, что я люблю, и что мне прям зайдет. Сказал я двум своим комментаторам. В общем, стоит снимать такие клипы просто для того, чтобы вдохновлять таких людей, как я, творческих. Вот, серьезно, смотря вот это, Милен Фармер во мне что-то зарождается. Какой-то эмбрион следующей съемки, прям сразу же хочется творить, что-то делать, идти, что-то снимать. В общем, мне очень понравились как и музыка, так и клип, что-то такое мистически-магическое. Я все еще жду от вас комментарии на что мне сделать реакцию. Я могу сделать реакцию на любой клип, любой альбом, любого исполнителя, любой группы, всех времен и народов, веков. Если вам понравилась реакция, можете на меня подписываться, ставить лайки, подписываться на меня в соцсетях. И... все.